У вас маска отсутствует. Мы в вашем отношении сейчас составим административный материал. Чтобы не держать весь автобус, мы вам предложим выйти на остановку. Представители городских властей, сотрудники полиции и дружинники останавливают автобусы один за другим и проверяют наличие у пассажиров масок. Казалось бы, с весны этот предмет защиты от вирусов должен стать привычным, но, как выясняется, не для всех. Многие до сих пор откажутся соблюдать требования безопасности и рискуют собственным здоровьем. Пока все пассажиры в салоне не окажутся в масках, автобус не тронется с места. По такому правилу город живет не первую неделю. Меры вынуждены, ведь количество заболевших в Самарской области не сокращается. Каждый день статистика показывает свыше 100 случаев заболевания. Поэтому нужно соблюдать элементарные меры безопасности. Чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и носить маски в помещениях и транспорте. В противном случае придется платить рублем. С 1 октября нарушители масочного режима начали штрафовать. Для этой работы мы привлекаем сотрудников полиции, которые вместе с нами теперь ходят в наши ежедневные рейды. Сотрудник полиции при обнаружении пассажира без масок имеет при себе видеорегистратор. И автоматически фиксируется сам факт отсутствия маски на лице и наличие пассажира без маски в салоне. После чего сотрудник полиции просит предъявить документы, удостоверяющие личность, для составления административного материала. Отсутствие документа уклониться от штрафа не поможет. Сотрудники полиции узнают личность задержанного по базе данных. Если же пассажир отказывается идти на сотрудничество, не называет своих данных или ведет себя буйно, полицейские вправе его задержать. Штраф за проезд без маски доходит до 30 тысяч рублей. Однако главная цель, говорят городские власти, не наказать, а обезопасить самарцев. Мария Левина, Сергей Баскин, События.